Сейчас здесь тихо, а всего пару минут назад шла азартная игра. Любители легких денег спугнули силовики. Вот последние уже опечатывают игровые автоматы. За ночной рейд обезвредили 18 одноруких бандитов. Чтобы их найти, пришлось изрядно покружить по городу. Результат налицо. Огромное количество точек с игровыми автоматами было с тех пор закрыто, и автоматы были изъяты. Я считаю, я сказал об этом, что считаю, с приоритетом в нашей совместной деятельности в городе этот год сделать годом закона, наконец-то, и наведение порядка во всех сферах. За два последних месяца в Самаре было изъято более 800 игровых автоматов. Достаточные цифры для того, чтобы оказать влияние на ситуацию в данном направлении, положительное влияние. Я полагаю, что многие добровольно прекратили заниматься данным видом деятельности. Вот и свежий пример. Все, что осталось в игровом клубе. Так должно быть везде. Пойманным нарушителем грозит административный штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы, если ущерб от игорного бизнеса составил более полутора миллионов рублей. Но этого мало, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Считаю, что мы должны ужесточить также законодательство для того, чтобы организация подобного противоправного и аморального бизнеса каралась действительно строго и жестко, и для того, чтобы не было возможности использовать существующие сегодня обходные схемы. Борьбой с игорным бизнесом депутаты и чиновники решили не ограничиваться. Самара пестрит рекламой Спайса. Сейчас они продумывают меры борьбы с продажей этого наркотика.